Где спрятаны ДНК на случай апокалипсиса? Вот мы уже видим эти молекулы ДНК, оно будет расти, а потом мы научимся из этих ДНК клонировать. Кто создавал сфинксов тысячи лет назад? У Евсевии вы можете прочитать, в древности боги создали смешанных существ. И откуда в наш мир проникают полулюди-полузвери? И она повернулась ко мне, я увидела, что у нее есть руки. Этот таинственный сад в дачном поселке под Санкт-Петербургом на самом деле секретная лаборатория. Здесь шелестят листво и обычные, на первый взгляд, яблоньки. Но почему у них есть имена? Дарья Ивановна и Степан Мельянович. Мало кто знает, что это не просто деревья, а уже совершенно иная форма жизни. Яблони в саду генетика Евгения Попова содержат ДНК реальных людей. Да, Степан Мельянович, вы у нас оказались самым выносливым, самым толерантным ко всем этим вот местным климатическим неблагоприятным условиям. Прививка была молекулы ДНК в верхнюю часть кроны. Ученый привил клетки ДНК своей родной бабушки и тести. Это было сделано в рамках долгосрочного научного проекта «Биоприсутствие». Задача эксперимента – сохранить след человека на Земле в случае глобальной катастрофы. Для этого молекулы ДНК человека внедряются в растительные клетки. Затем их размножают в специальных растворах. Получается тканевая структура, в которой ДНК человека может храниться вечно. Дальше дело за малым – выбрать дерево. Ой, вы знаете, можно хоть в дуб живить, хоть в баб-баб живить. Был бы смысл. Если кому-то интересно, чтобы хотя бы какая-то частичка, которая именует частицы наследственности, присутствовала в таком виде, в форме мемориального деревца, пожалуйста, это все реально. Странное дело, но с точки зрения мистиков, идея вживить человеческую суть в деревья имеет весьма глубокий смысл. Согласно учению древних друидов, люди по своей энергетической структуре ближе к деревьям, нежели к животным. Из этого вполне вероятно можно создать эликсир жизни, потому что деревья ушли далеко дальше, чем мы по возрасту. И на самом деле здесь тоже, наверное, можно сделать какой-то микс Франкенштейна, человека с деревом, потому что дерево долго живет. Изначально проект биоприсутствия рассматривался как дешевая альтернатива замораживанию клеток ДНК человека в жидком азоте. Ожидали, что под Питером вырастут мемориальные сады. В будущем ученые воссоздали бы клонов этих людей, и дедушка через 200 лет смог бы играть с прапраправнуками. В основе этого проекта, его, ну как цимусом таким, что ли, это была идея о том, что вот мы вживим эти молекулы ДНК, оно будет расти десятки лет, а потом мы научимся из этих ДНК клонировать, вот так сказать, соответственно, тех, чьи ДНК в этом гибридном растении содержатся. Это нельзя сделать. На базе голого ДНК мы не сможем клонировать. Оказывается, чтобы клонировать человека одного голого набора ДНК мало. Чтобы получить полноценный клон, нужно развивать науку о наследственности. И Евгений Попов сейчас работает в этом направлении. Наука будущего, эконика, экологов, это генетическая концепция наследственного осуществления, которая, если у нас получится, сумеет объединить и полезные свойства генетического направления, и целый ряд работ выдающихся отечественных исследователей, биологов. Технически ученым осталось совсем немного, чтобы получить полноценный клон человека. Однако это порождает столько вопросов юридического и религиозного характера, что в ряде стран клонирование временно запрещено. В частности, это 24 страны из членов Совета Европы, которые подписали дополнительный протокол к конвенции о защите прав человека. В России принят федеральный закон о временном запрете на клонирование человека, который все время продлевается. Власть не готова сказать, прежде всего, какое имя и какие права будет иметь скопированный гражданин. Против клонирования выступает и церковь. Духовенство одно время осуждало и искусственное оплодотворение, но когда оказалось, что в ряде медицинских случаев это единственный способ дать жизнь, споры утихли. Сейчас главная проблема для общества регламентировать деятельность ученых, которых эти вопросы маловолнают. Это не так уж и сложно сделать клон. Когда впервые была клонирована овечка Долли, было очень много людей в этой стране, которые говорили о клонировании людей. И был один британский ученый, который на самом деле заявил, мы можем клонировать человека, но мы не уверены, что мозг клона сможет развиваться. Так что теперь у нас есть тело, которое точно такое же тело, как и у человека, которое мы можем использовать для того, чтобы выращивать части тела. Это было всего лишь предположение. Думаю, есть люди, у которых всегда очень странные идеи, и думаю, их необходимо держать под контролем. Возможно ли вообще скрестить человека с кем-либо, кроме дерева? Работать над этим начали еще в 20 веке. Однако первые опыты были чисто хирургическими. Эскулапы демонстрировали миру двухголовых собак, человека-амфибию, и вели эксперименты по скрещиванию человека с обезьяной. Это все порождение химер Первой мировой войны. Первая мировая война, это было нечто такое чудовищное, что она отразилась на всем, на мировоззрении, на мировосприятии. Причем не только здесь, а по всему миру. В 20-е годы в Париж прибыл Сергей Воронов. Французский хирург российского происхождения. Стареющим банкирам он предложил пикантное лечение, омолодиться с помощью семенников-обезьян. Идею Воронов привез из Египта, где работал врачом вместе с закрытым за семью печатями. Гореми. Там хирург заметил, что кастрированные евнухи старели быстрее. Воронова озарило, нужно пересаживать семенники молодых мужчин-старикам. Богатые люди так хотели долго жить, что согласились и на это. Поначалу врач экспериментировал с тканями молодых казненных преступников. Но из-за дефицита материала решил пересаживать пациентам семенники обезьян. Реклама там была поставлена идеально. Что стояло за этой рекламой, сказать сложно. По-видимому, какие-то отдельные случаи были удачными. По-видимому, скорее всего, все остальные случаи были не очень удачными. Тем не менее, Воронов успел составить в себе колоссальное состояние. Но в 30-е годы его слава рухнула, как карточный домик. И в итоге он остался разоренным. Довольно скоро выяснилось, после всплеска молодости пациенты еще быстрее угасали и умирали. Однако методику подхватил советский генетик Илья Иванов. Его идеи были смелее. В Гвинеи экспериментальным путем он пытался получить человека-обезьяну. Западный мир смотрел с осторожностью на исследования. Туземки рожать обезьяну отказались. А из страны советов летели письма от женщин, желающих в революционном экстазе подарить миру новых бойцов. Профессор Иванов действовал с полного одобрения ЦК партии. По мнению лидеров молодой республики, Советский Союз нуждался в массовом производстве таких безмозглых и безотказных франкенштейнов. Ведь человек, рожденный, то есть существо, рожденное от обезьяны, это некий монстр. Монстру можно приказать, и монстр будет выполнять. А если таких монстров будет много, люди-то ведь, они начинают задумываться иногда. Они возражают, они даже устраивают какие-то там забастовки, они спорят с начальством. Ни одно чудовище так и не появилось на свет. Сегодня известно, что осечка в экспериментах Иванова произошла из-за несоответствия числа хромосом. У человека 46 хромосом, у шимпанзе 48. Но теоретически мог бы родиться гибрид с 47 хромосомами. Он имел бы синдром Дауна. Гибриды нам нужны, нужны. В растениях, в животноводстве они, так скажем, использовались. И, в общем-то, опять же, я не думаю, что человек что-то придумал. Просто, так сказать, биологический процесс скрещивания происходил так, как он происходил в животном мире. Ну, получались результаты. Люди смотрели. Мулы, лошаки. Мулы – железный аргумент генетиков, голосующих за идеи Иванова. Это гибрид домашней лошади с ее 64 хромосомами и ослом с 62. И он получается именно путем естественного спаривания. Генетический код Мула имеет 63 хромосомы. Из-за нечетного числа хромосом Мулы не имеют потомства. Возможный гибрид человека-обезьяны с 47 хромосомами тоже был бы бесплодным. Но он мог бы появиться. Теперь ученым известно, что они реально были в шаге от создания нового существа. Когда мы имеем дело с генной инженерией, может случиться все, что угодно. Результат предсказать невозможно. Но можно ли прибавить или убрать хромосомы в геноме млекопитающего? От загадочной цивилизации шумеров, возникшей внезапно и неоткуда 8 тысяч лет назад на Ближнем Востоке, до нас дошел особенный артефакт. Четырехгранный столб из черного базальта, покрытый текстами и рельефными рисунками. Его называют обелиск царя Салмансара III. Он сделан в честь победы над Дамаском. Но что за странных существ взяли воины в качестве трофея? Почему у них голова и руки человека, а тело зверя? На печати другого шумерского царя также изображены полулюди-полузвери. Надпись гласит, что владыка разводил их в своем зоологическом саду. Великий сфинкс, лежащий под сенью египетских пирамид, тоже не одинок. В Древнем Египте храмы украшали статуями сфинксов с телом льва и головой сокола и барана. Откуда взялись эти существа? Средневековый епископ Евсевий Кесарийский в своих трудах цитирует египетского жреца Манифона, чьи записи сегодня большей частью утрачены. У Евсевии вы можете прочитать. В древности боги создали смешанных существ. Он перечисляет на протяжении целой страницы все виды этих существ. С лошадиным телом. Верхняя часть была человеческой. В греческой мифологии таким был кентавр. Они создали человека с бычьей головой. В греческой мифологии таким был минотавр. Они сделали собак с рыбьими хвостами и других необычных существ. Сфинкс, Грифон, Василиск, Гаргулья. Фантазии древних людей или неизвестной реальности. Еще недавно было принято считать, что нельзя смешать два столь разных вида. Но возможно эти статуи указания на то, что все же можно. Евсевий, со слов Манифона, пишет, что боги выгравировали этих животных на деревянных табличках и вырезали в камни. Сегодня их можно увидеть в разных музеях. Вопрос, зачем? Зачем боги все это сделали? Утконос. Единственное животное с генами млекопитающего, птицы и рыбы. Технически его существование так же невозможно, как сфинкса или кентавра. Но он есть. И современная наука уже близка как никогда к созданию смешанного существа, чудовищной химеры. Ведь природа может это делать. Эти кадры облетели мировые информационные агентства. Пятюхая кошка, змея с когтистой лапой, двуглавые и восьминогие мутанты. Однако впервые получить искусственный гибрид двух животных удалось именно с помощью эмбрионов козы и овцы. Такие межвидовые химеры были получены учеными двух стран, Англии и Ферга, причем почти одновременно, в 1984 году. Овцы-козы образовались путем механического соединения двух зародышей на весьма ранней стадии. Химера – это не просто скрещивание между козами и овцами. Это создание эмбриона, у которого есть клетки от обоих видов. Когда этот организм развивается, у него есть характеристики обоих видов. В результате это животное было названо гипп. Вырастить химерный эмбрион до полноценного организма тогда ученым не удалось. Однако эти опыты не прекратились. Эксперименты шли полным ходом и были настолько близки к созданию реальных чудовищ, что профессор биологии Стюарт Ньюман и его коллега Джереми Ривкин решились на отчаянный шаг. Они запатентовали в США все возможные, но еще не созданные методы производства химер «человек-животное». По их словам, чтобы предотвратить бесчеловечные эксперименты. Это было в далеком 1998 году. Коллеги высмеяли инициативу Ньюмана Ривкина. Мой коллега Джереми Ривкин пошел на телевидение. Я сам был за пределами страны в это время. И был полностью раскритикован другими учеными в интервью, которые говорили «Вы запугиваете и подстрекаете». Потому что ни один ученый в своем уме не сделал бы такие вещи. Но вышло наоборот. Желающих сотворить гибрид человека и животного среди ученых разных стран оказалось более чем достаточно. Если эта техника будет применена к человеку, человеческие клетки от человека, а животные от животного, от шимпанзе или от свиньи, или от какого-нибудь другого животного, если их смешать, то тогда абсолютно точно получится форма жизни, которая будет чем-то средним между человеком и животным. Она будет иметь какие-то животные характеристики, но больше всего характеристики человека. Мало кто понимает, насколько дальновидным было решение Ньюмана Ривкина. Теперь в США у руководителей любых незасекреченных работ по скрещиванию клеток человека и животного есть только два варианта. Платить профессорам или переносить эксперименты на территорию другой страны. Наш патент был назван «Соединение материи». Иногда патенты создаются для совершенно новых техник. Эта техника не была полностью новой. Это была уже существующая техника, но мы научились создавать новый тип материй, которые раньше никогда не создавались. На подобный эксперимент ученых вдохновляет сама природа. Беспрецедентный случай американки Лидии Фейерчалл стал сенсацией в мировой медицине. После развода она обратилась за пособием и алиментами, и ее бывший супруг настоял на ДНК-анализе отцовства их двоих детей. Результаты повергли всех в шок. Тест подтвердил отцовство, но показал, что сама Лидия, родившая детей, их матерью не является. Был сделан повторный тест и взяты пробы у третьего ребенка Лидии, которым она была беременна, и снова тот же результат. По коду ДНК матерью нерожденного дитя и его братьев была вовсе не та женщина, которая их носила. Вот такие вот курьезы, что называется, да, когда мы точно знаем, что ребенок является, ну, как бы сказать, имеет свою родную мать, а генетический код разный, иногда это просто пропускается мимо ушей, чтобы не создавать прецедент. Как такое возможно? В США разгорелся скандал. Лидию обвиняли в чем угодно. Положение спас ее адвокат. Он предоставил суду статью из медицинского журнала «Новой Англии», авторитетнейшего научного издания. Там была описана история одной женщины, у которой обнаружились два разных набора ДНК. И точно так же ее дети генетически были ей неродными. В науке этот феномен называется химерой. Лидия Фейерчайлд установила, что ее органы и ткани тоже содержат два различных набора ДНК и доказала свои права. Как же создаются химеры? К разгадке ученых подтолкнули все те же результаты тестов ДНК. Женщина, передавшая детям не свой набор хромосом, приходилась им дальней родственницей, скорее всего, тетей. Это и привело к поразительному открытию. Было установлено, что эта мать, еще будучи в утробе, имела сестру-близнеца. На этапе всего нескольких клеток эмбрионы срослись. И никто бы не узнал об этом. Но уже на таком сроке зародыш имеет свой уникальный код ДНК. Так получился человек с двумя наборами генов. С одной стороны, мы знаем четко выявленные по решениям судов 30-40 случаев по миру, когда признано официально, что имеется химерная стаина. То есть, два ДНК наличствуют в одном организме. А насколько на самом деле и как это происходит, мы на сегодняшний день с вами не знаем. Действительно, химер среди нас может быть гораздо больше. В частности, это люди с глазами или волосами разного цвета. Все это сросшиеся близнецы. Как бы два разных человека. А фактически один человек. Да, это Чикатило приписывает тот же самый, что не могли поймать. Мы не знаем, насколько это правдоподобно. Это может быть оправдание из тех же следственных органов. А возможно, человек просто обладал двумя типами ДНК. В Кемеровской области на свет появился Павлик Корчанин. Мальчик с редкой аномалией. От брата-близнеца ему достались лишние органы. Двойная кровеносная система и еще одна пара глаз. Увы, все четыре глаза ничего не видели. Это причем не такое необычное для врачей явление. Вот существует у многих людей так называемая врожденная дермоидная киста. Дермоидная киста – это близнец неразвившийся. Там бывает обычно такая киста, и внутри нее, например, может быть зуб, волосы или что-то, что-то вот в этом роде. Поэтому вот у Павла произошло вот этот его близнец, так сказать, вошел в него. Даже когда ребенка удалили лишнюю пару глаз, он не стал видеть. Тогда за дело взялись специалисты Всероссийского центра глазной и пластической хирургии в Уфе. Они провели комплекс операций и с помощью уникального препарата Аллапланта восстановили зрение Павлика. После операции час проходит, даже еще часа не проходит, он стал видеть. Это вообще-то шок. Там аж я прыгала, я думала, все, с ума сойду. Но какой механизм запускает соединение близнецов? Ответ на этот вопрос может привести ученых к технологии слияния двух разных наборов ДНК. В случае Павла Корчагина, скорее всего, наследственная мутация. Его отец служил на ядерном полигоне и, вероятно, подвергся облучению. У мальчика есть сводная сестра от другого отца, абсолютно здоровый ребенок. Означает ли это, что для смешения наборов ДНК нужно некое особое излучение, например, радиоактивное? Мы можем говорить об этом. Второе, мы можем с вами говорить о том, что на сегодняшний день, с приходом вот этих IT-технологий, использованием массового нового поколения телефонов, спутниковых связей и всего остального, это может влиять на трансмутацию, да, то есть мутацию генетического кода человека. Страшно подумать, но ученые уже умеют создавать полулюдей и полуживотных. В Великобритании после шумных дебатов в 2007 году был принят новый закон о человеческих тканях и эмбрионах. Он позволяет ученым создавать три различных типа эмбрионов человека и животного. Первый тип, классическая химера, делается путем инъекции клеток животного в человеческий эмбрион. Второй, так называемый трансгенный эмбрион, предполагает введение ДНК животных в зародыш человека. Третий, известный как цитоплазматический гибрид, создается путем переноса ядра клеток человека в яйцеклетки животных, откуда почти весь генетический материал был удален. Обыватель считает, что современная генная инженерия, она должна манипулировать там какими-то тонкими инструментами, чуть ли не скальпелями сшивать. На самом деле это не так. Генетические манипуляции происходят путем банального смешивания наборов аминокислот между собой. Таким образом, сама природа встраивает один ген в другой. Однако этот же закон запрещает создание истинных гибридов путем слияния яйцеклетки и сперматозоида человека и животного. Пока мы недостаточно готовы технически, мы недостаточно готовы эмоционально, самое главное, ценностно. Мы пока просто не представляем до конца всех последствий, которые связаны с таким направлением в науке. Кроме того, химерные эмбрионы не могут быть имплантированы в организм человека или животного и имеют право жить только в лаборатории. Оказывается, так намного проще и быстрее выращивать стволовые клетки, необходимые для некоторых операций. Если у нас есть химера, клетки этого животного будут частично человеческими. И тогда мы увидим не только то, как клетки животного реагируют на лекарства, но и то, как клетки человека, человеческие органы реагируют на лекарства. Потенциально мы сможем проводить на таких животных такие эксперименты, которые мы не можем проводить на людях, тестируя медицинские препараты и лекарства. Так что есть очень много мотивов создавать такие химеры. Но, с другой стороны, создание чего-то, что на половину человек или на три четверти человек, или даже на одну, приведет в ярость многих в нашем обществе. Но что будет, если кто-то не убьет химеру или подсадит ее в лоно человека? Далеко не все страны так толерантны, как Европа. Я должен отметить, что совсем недавно Япония утвердила технологию создания химер. Один из их ученых из Университета Токио подал заявку на создание химеры «Человек-свинья». И это было разрешено в Японии. Теперь этот ученый заключил контракт со Стэнфордовским университетом. И они, возможно, привезут туда эту технологию. Научный мир дискутирует о создании химеры с человеческим мышлением. Каким по своей сути будет это творение? Зло или добро принесет людям? Все верно. Есть опасность, что у организма, созданного таким путем, будет человеческое сознание. Эти вопросы были заданы еще в 19 веке в романе Мэри Шелли «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Писательница создала свою книгу под впечатлением от леденящих опытов Луиджи Гальвани и Джованни Альдини. Итальянские ученые с помощью разряда электрического тока приводили в движение мышцы казненных преступников. Публике казалось, что трупы в самом деле оживал. С точки зрения энергетики оживить тело с помощью электричества, я думаю, что, наверное, возможно. Но опасность, я думаю, здесь кроется в том, что этот человек будет неосознанно что-то делать другим людям. То есть опасность для нас. Серьезно это мертвое тело оживить, когда там нет души. Серьезно это когда действительно сделать некий гибрид между человеком, собакой, обезьяной, петухом. Миф-то не в том, что, наверное, срастить. Миф в том, какой частью тела будет человек соображать. Но Шелли удалось заложить в роман гораздо более глубокий смысл. Идеи Мэри Шелли – это глубоко европейские идеи о победе науки над предрассудками. Это рассказ о докторе Франкенштейне, который из трупных фрагментов собрал единое существо, но не просто собрал его, а вдохнул в него жизнь путем электричества. В данном случае это огромной широты аллегория о том, что искра электрическая, созданная человеком, уподавливается искре Божией, которая вдыхает в жизнь. В романе Мэри Шелли монстр не имеет имени. Несчастная химера терзается желаниями, которые нельзя ни утолить, ни подавить. Она не властна над собой. Убивает все живое, в том числе и своего создателя, а себя обещает сжечь на костре. Но читатель понимает, что симпатии Мэри Шелли на стороне создателя чудовища. Она любит своего монстра. Если бы она его не любила, то просто ничего бы не получилось. Мы бы об этом Франкенштейне не знали, не говорили. Как не знаем мы и не говорим о сотнях или тысячах бесплодных или неуспешных попытках современных или вчерашних авторов. По мнению профессора Ньюмана, химеры страшны не сами по себе. Создатель охватывает боязнь за судьбу своего творения. Что он принесет в мир? Имеем ли мы право решать жить или умереть существу, которое все понимает? Мы создаем людей. Или частично людей. И если это слишком сильно отклонится от того, что мы ожидаем, их не будут воспринимать правильно. Их станут воспринимать как плохой материал для помощи другим людям. Как бы ни были близки ученые к роли Творца, есть ряд вопросов, на которые ни у них, ни у общества пока нет ответов. Это на самом деле пересматривает концепцию человечества. Этот новый вид, это не просто кто-то, кто является человеком и имеет своих человеческих родителей. И поэтому является человеческим существом, которое нужно уважать за это. Это тот, кого я сам создал. Частично человек, частично обезьяна. Должны ли мы себя ему посвятить теперь? Или должны ли мы его отправить в школу? Или мы должны подвергнуть его экспериментам? Это размывает границу между человеческим и нечеловеческим и создаёт очень глубокие проблемы. И я думаю, из-за этого генная инженерия должна быть очень тщательно исследована. Почему же человека так тянет создать новое существо? Кто заложил в нас это опасное любопытство? И почему в древности люди считали химерных чудовищ волшебными созданиями? Люди привыкли думать, что все вещи были созданы Богом. Единственный, кто способен создавать любые комбинации, тоже только Бог. Если люди видели что-то, что было создано именно как комбинация, они думали, что оно имеет какие-то магические свойства. Четыре с половиной тысячи лет большой сфинкс лежит на западном берегу Нила в Гизе. Народы приходили и уходили. Мечты превращались в прах. Идея сжигала солнце. А сфинкс продолжает смотреть в раскалённую пустыню. Сверхсущество. Воплощение химеры в камне. По-арабски его имя Абульгол. Отец ужаса. Почему же его так назвали? Сфинкс – это страж. И в древнегреческой, и в древнеегипетской мифологии это страж. Для арабов это страж чужих тайн, не их собственных. Поэтому он для них, безусловно, зло и король ужаса. Могли ли жрецы древнего Египта создать такую химеру из плоти и крови? Есть мнение, что хирурги той эпохи, как минимум, проводили сложные операции. Есть предположения и версии, что древний народ, в частности, древний Египет, обладал такими технологиями, которые глубоко ушли вперёд, в зависимости, если рассчитывать, так сказать, смотреть, что у нас делает наша медицина. Есть определённого рода наскальные картины. И там видно, как люди каким-то образом делают операции на головном мозге. Поэтому я думаю, что мы очень много не знаем из прошлого. И люди каким-то образом влезали в наш головной мозг, что-то корректировали и, наверное, продлевали жизнь. И люди не старели. До наших дней дошло около 10 папирусных свитков с медицинскими текстами. Древние египтяне знали, как устроены внутренние органы человека и животного. В папирусе Эберса говорится, что 5000 лет назад эскулапы фараонов удаляли катаракту глаз, ампутировали конечности, трепанировали череп, делали операции на позвоночнике. В древнем Египте, если бог Анубис был с головой и с человеческим телом, то или это предположение неземная цивилизация, или вполне вероятно медицина того древнего мира творила чудеса и могло легко одну часть от животного взять и присоединить к части человека. Теоретически они могли сотворить гибридного монстра и механическим путем, и с помощью генной инженерии. Находка в подземной пещере Серапиум в Саккаре в какой-то степени подтверждает гипотезу о тайных операциях жрецов. В сводчатых склепах французский археолог Агюст Мерриет обнаружил сотни гранитных саркофагов. Древние захлопнули их тяжеленными 400-тонными крышками. Там обнаружили вовсе не фараонов, а останки неизвестных существ, возможно, животных. Мерриет пришел к выводу, что египтяне, верившие в жизнь после смерти, намеренно нанесли вред костям. Они пытались воспрепятствовать воскрешению монстров. Это было большим грехом в Древнем Египте изрубить кости какого-то зверя. Ведь он так никогда не возродится. Но, тем не менее, они это сделали. Я убежден, что на самом деле это были смешанные существа. Например, сфинкс, человеческая голова и тело льва. Они уничтожили этих существ, чтобы те никогда не возродились. Ред исследователей не исключает, что сфинкс и шакалоголовые воины Анубиса существовали в те времена на самом деле. Однако, как и любые гибриды, они были бесплодны. Когда прекратились работы по их созданию, они постепенно вымерли. Тогда от этих людей, так называемых, да, существ, вот этих, от них избавлялись, их пытались убить, захоронить, потому что они там в порождении дьявола, или они какие-то там, ну, ненормальные существа. Однако не исключено, что жрецы древних цивилизаций экспериментировали и на внешности людей. Возможно, об этом свидетельствует находка китайских археологов. В 1937 году в труднодоступном районе Баян-Кара-Ула на границе Китая и Тибета экспедиция под руководством Чи-Пу-Тея обнаружила в одной из скал около 700 древних человеческих скелетов. Это были люди размером не выше 130 сантиметров, с непропорционально огромными головами и короткими ногами и руками. В Древнем Китае была так называемая костная практика. То есть они брали и замещали не так, как мы сейчас делаем кожную пластику, а действительно, так сказать, было замещение суставов, костей и какого-то рода регенерации этих тканей и костного состава. Если верить путешественнику средневековья Марко Поло, в Азии он встречался со свероподобным племенем. Внешне его представители выглядели как люди с головой собак. Предположительно, из племени киноцефалов происходил святой Христофор, покровитель моряков и путешествующих. Когда речь заходит о святом Христофоре Псоглавце, я считаю это как раз подтверждением теории создания химер в Древнем Египте. Дело в том, что согласно житиям святых, святой Христофор Псоглавец по своему происхождению был марморекийцем. Эта страна на месте современной Ливии. она впрямую граничит с Египтом. Согласно житиям святых, святой Христофор был взят плен римской когортой, после чего был обращен в христианство. Я думаю, что как раз это один из плененных воинов Анубиса собакоголовых, созданных египетскими жильцами. До раскола православной церкви святого Христофора изображали с головой пса. Остается догадываться, был ли святой Христофор генетической химерой, или это жрец, надевший эффектную маску. Может быть, он ее изваял из чего-то и периодически одевал на голову. И из чего потом возник миф о том, что Христофорес, будучи очень красивым, попросил у Бога обезобразить его. На самом деле он пытался демонстрировать всем, что он из племени псоголовых. И носил вот эту пёсью голову. Мистики считают, что собакоголовые – это не что иное, как воины бога Анубиса, которых создали жрецы древнего Египта с помощью генетических экспериментов. Есть и другая версия. Химеры – это порождение параллельной вселенной, мира с другими условиями, выскользнувшие оттуда. У нас природа защищает, чтобы мы не видели параллельные миры, чтобы мы там не видели каких-то существ. Что-то, может быть, не так было развит слух, потому что психика человека – это может просто не выдержать. Биохимико-исследователь Александр Попков утверждает, что в параллельном мире живут люди с головами собак. В детстве Александр пережил клиническую смерть и теперь обладает сверхспособностями. Видит обитателей иных миров. Я оказываюсь, это сложно объяснить, но на самом деле оказываюсь как бы в другом пространстве. Из этого пространства фотографирую растения, животных. И иногда попадаю, иногда нет, по-разному происходит. Фотографирую разные аномальные формы. Это проявление существ других параллельных измерений. Они также изучают наш материальный мир каким-то образом, попадая сюда. Невообразимые существа, по словам Александра Попкова, проникают в наш мир через порталы. Эти места называют аномальными зонами. В результате каких-то тактонических разломов, еще каких-то источников энергии, начиная там с древних времен, и средневековья, и возрождения, да, вот эти пространственные возмущения, они продолжали существовать. Исследователи посетили древний подземный монастырь в городе Павловске. По преданию, там находится переход в иной мир. Этот снимок сделан во время обсуждения планов экспедиции. Вот этот брак на пленке, по мнению Александра, существо из иного мира, якобы наблюдающее за людьми. А этот снимок сделан на пороге дома Александра. Экстрасенс уверяет, что фотоаппарат зафиксировал песеглавого пришельца из потустороннего мира. И это существо даже послало ему мысль приветствия. Есть существа, которые общаются прямиком, передавая мысль в мозг. И вот как раз таким образом разговаривают вот эти песеглавые. Экстрасенс Арина Евдокимова тоже утверждает, что видела Химеру своими глазами. Это случилось в далеком детстве. Арина и ее кузина Фаина заблудились в Астраханской степи. Девочки тщетно искали дорогу домой, хотелось пить. Смеркалось. Они споткнулись и упали в воронку. Там они обе увидели огромную змею с короной на голове. Она не смотрела на меня, она смотрела на Фаи и сказала, у тебя этим летом в один день будут похоронены трое, твоя бабушка, папа и твой дядя, а ты всю жизнь будешь одна. И она повернулась ко мне, я увидела, что у нее есть руки, это вот не сказка, я не сочиняю. Она дала два камня и сказала, это черное, это белое, ты всегда будешь этим владеть. Нашли девочек через сутки. Отец военный поднял на поиски всю морскую флотилию. Девочки крепко спали, а в руках у Арины оказалось зажато два камня. Спустя некоторое время все, что предсказала химера змея, сбылось. Отец военный, его брат и бабушка умерли в это лета. Девушка так и не вышла замуж. А Арина с того дня обрела дар ясновидения. Эта змея могла быть нашим сном, да? Спали вдвоем. Но тогда откуда она взялась, чтобы сказать предсказания? То есть откуда она взяла вот эти вот камни? Значит, вот есть, я уверена, на сегодняшний день, есть некие места, где пересекаются миры. Арина убеждена, что встреча с мистической химерой не всегда зло, но однозначно предупреждение. Похожую историю рассказывал в своих записках известный исследователь Дальнего Востока начала 20 века Владимир Арсеньев. Однажды в горах Сихоте Алине он отстал от экспедиции. Оглянувшись, путешественник заметил огромную птицу, как ему показалось, с лицом человека. Он почувствовал ее взгляд, но потом она взмыла в небо. Вечером на привале Арсеньев поделился своей тайной с охотниками. В ответ они поведали невероятную историю о человеке гор, который умеет летать. Арсеньев же настолько благодушно относился к природе, настолько был познавателен, что это существо открылось. Но, более того, это существо, я думаю, что с таким добром попыталось Арсеньева предупредить о том, чтобы он не двигался дальше, чтобы он поберег свое здоровье. Но, к сожалению, Арсеньев был великий исследователь. Собственное здоровье было ничто против тех знаний, которые он пытался приобрести, донести людям. Поэтому он так быстро ушел из жизни. Он сгорел. В русских народных преданиях эта химера называется птица-сирина. Обычно это огромная птица с головой женщины. Считается, что она поет вещи и песни. Странная история приключилась однажды с группой исследователей из Воронежа в Новохоперской аномальной зоне. В тот год на прибрежной полосе около реки Хопер было особенно много необъяснимых явлений. Каждый вечер исследователи наблюдали вокруг лагеря плазмоиды и светящийся шар. Мы фиксировали аномалии. То есть прибор, который меряет электростатику, зашкаливало больше 1000 вольт на квадратный метр. Это на этих столбах энергетических приборах, индикатор геофизических аномалий, ИГ-1, который мы тоже взяли. Его тоже зашкалило. Причем визуально были видны по периметру лагеря различные светящиеся объекты, шары. Кто-то видел силуэты. Странные существа, похожие на огромных птиц, появлялись под вечер. Они мелькали среди деревьев и в кустах, как черные тени. Иногда эти фигуры издавали леденящие душу звуки, от которых у людей начиналась истерика. Начинается это пение, опять в кавычках, как слабый жалобный плач маленького ребенка. Потом идет по нарастающей, и через несколько минут все эти звуки превращаются в душераздирающий крик, который просто холодит душу. Считается, что мифическая птица сирен и водяная сирена – родственные существа. Еще древние греки наблюдали этих зловещих созданий на пустынных морских побережьях. Встреча с ними сулила беду. Сирены пением заманивали людей на свою территорию, а потом убивали. Известная легенда об Одисее, который, проплывая мимо острова Сирен, приказал привязать себя к мачте, чтобы не поддаться очарованию волшебных птиц. Славяне считали, что волшебные девушки-птицы обитают в лесах и около рек. Позднее этот образ переродился в русалку – полуженщину-полурыбу. Существует некое предположение, что вообще существуют люди водоплавающие, которые где-то у нас находятся, и так называемое предание то о русалках, русалах есть, и почему бы человек тоже, так сказать, не может дышать под водой. Участники Хаперской экспедиции убедились, что сирены могут быть опасны. Недалеко от лагеря исследователей, на берегу Хапра, остановились отдыхающие. Они поставили палатки прямо в центре аномальной зоны, там, где чаще всего появлялись странные птицы. И вот однажды мы где-то уже около трех часов ночи вели фотосъемку, и вдруг слышим, какой-то шум в этом лагере произошел. На поляне появилось какое-то существо в черном одеянии, и махало то ли крыльями, то ли махало руками. Никто не понял. Утром исследователи пошли в аномальную зону и обнаружили. Все люди из лагеря исчезли, побросав вещи и технику. На столах осталась разложенная по тарелкам еда, на веревках сушилась одежда. Исследователи вызвали на место происшествия полицию, но установить что-либо по горячим следам стражи порядка не смогли. Более того, это преступление не раскрыто до сих пор. Мистики считают, что туристы живы и находятся в другом измерении. Когда повышенная солнечная активность, магнитные бури, эти колалы, они как бы превращаются в некие пространственно-временные порталы. То есть оттуда каким-то образом проявляются вот эти вот существа. Куда они потом деваются, тоже неизвестно. Может быть, по этим каналам и уходят, но они становятся видимы. Тайну химерных чудовищ пока не открыли ни мистика, ни религия, ни наука. Однако поражает одно обстоятельство. Внешний образ химер в различных культурах совпадает. Разные народы придумывали от них и тех же чудовищ, независимо друг от друга. Что же было источником их вдохновения? Утраченная наука древних или неизведанный потусторонний мир? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok